Детский клуб «Альтаир» Есть различные конкурсы рисунков, поделок, умелых ручек, но только онлайн. И все это ради содержательного время препровождения детей во время пандемии. Итоги года подвел конкурс новогодних игрушек. Мы третий раз участвуем, слава богу, выигрываем каждый раз. Эта елка вообще для нас замечательная, потому что и племянника получилось привезти к вам. Он тоже участвовал. Вот это вот работы моих детей, дочери и сына. Ну, в основном делала, конечно, дочь, потому что сын маленький. Развивается у ребенка в первую очередь фантазия. Для нас очень важно, потому что когда они участвуют, он в этом конкурсе, и у него проявляется интерес, ему хочется больше сделать. И помимо того, что мы в конкурсе делали, он и для дома старается что-то еще изобрести, сделать. Детский клуб «Альтаир» в рамках ежегодно проводимых новогодних представлений организовал благотворительную акцию «Украсть новогоднюю елку». Чтобы стать участником и бесплатно получить заветный билет в волшебный мир путешествий, достаточно было смастерить елочную игрушку и доставить ее по адресу. Главный критерий – добавить немного любви и частичку души. Честно говоря, я последний день увидела игрушки, для меня самой был сюрприз. Вот этот Дед Мороз с елочкой, потом вот этот олененок, потом вот эта вот шишечка с игрушечкой и фонарики. Вот эти вот четыре игрушки, они самостоятельно полностью нашли в интернете и сами вот сделали такие игрушки. О проведении конкурса было объявлено еще в начале декабря. Уже к концу месяца на главной елке ребята клуба с трудом находили место, чтобы повесить очередную яркую, красочную и необычную игрушку. Всего от самарканцев поступило около ста подделок. Пришла зима веселая, с горьками и глазками, птичьи, приборщенная, с алсаной старой сказкой. Наша елка высока, наша елка велика, выше мамы, выше папы достает от потолка. Все участники проявили фантазию и выдумку, изготовив разнообразные елочные украшения, отличающиеся своей уникальностью и дизайном. Мягкие снеговички, герои мультфильмов, снежинки, фонарики, подсвечники. Все работы, сделанные своими руками, достойны всяких похвал. Всех авторов лучших новогодних подделок детский клуб «Альтаир» собрал у себя, где детей и их родителей встретили герои сказки «Волшебный замок Деда Мороза». Далее развернулась настоящая новогодняя шоу-программа. Приключения персонажей, песни, зажигательные танцы, конкурсы. Праздник подытожили подарки от Дедушки Мороза. Дед Мороз! Дед Мороз! Дети всегда очень ждут праздника именно у вас. Мы всегда следим за вашими новостями. Очень рады, что мы ежегодно сюда приходим, посещаем ваши елки. Мы каждый год ходим, уже лет пять, наверное, да, вот как мы взрослые стали, с трехлетнего возраста мы его сюда приводим каждый год. По итогам конкурса новогодних игрушек самой лучшей подделкой была признана работа Латифы Бахриевой. Дмитрий Корноухов, Вова и Алина Дадаевы, а также Руслан Вафаев также заняли призовые места. Ну, елку. Елочку, ну что ж.